К другим темам выпуска. 10 дней под открытым небом. В ночь 7 на 8 августа в доме номер 53 по улице Рабочей произошло замыкание в чердачном помещении. В результате пожара практически полностью выгорела крыша. Жители остались один на один со своей бедой. В ситуации разбиралась Елена Петрова. О том, что когда-то здесь была крыша, теперь напоминает лишь обугленный шифер. Пожар в доме на Рабочей произошел 10 дней назад. Тогда здесь полностью выгорело чердачное помещение. И теперь верхние этажи от чистого неба отделяют лишь потолочное перекрытие. Наша квартира пострадала только на стыке. Вот здесь были мокрые пятна. Хотя потолок в ее квартире сейчас в сплошных разводах, Галина все равно рада. Буквально за несколько дней до пожара собиралась делать ремонт. Говорит, хорошо, что не успела. Женщина надеялась, что ее испытания закончились, когда управляющая компания наконец подлатала кровлю. До этого любые осадки просачивались в квартиру. Но теперь все началось сначала. Три года, по-моему, мы боролись-боролись. У меня вот такая вот папка. В конце концов, нам крышу починили два года назад. Но не капитальный ремонт, а текущий ремонт. Ну да, где-то два года назад, по-моему. И вот, пожалуйста, опять. Нет в жизни спокоя. А эту квартиру от потопа спас лишь натяжной потолок. Когда пожарные проливали пылающую кровлю, здесь тазиками вычерпывали воду. А через несколько недель грянула новая беда – дождь. И верхние этажи вновь затопило. Оно и понятно, говорит местный сторожил Сергей Ефимов. Без кровли любые осадки сразу попадают в квартиры. В управляющей компании, говорят, за ремонт возьмутся, но сначала соберите полмиллиона. Дожди уже близко. Сейчас все бросятся сдавать деньги этой управляющей компании. Они и ранее предлагали крышу, капитальный ремонт сделать за 3 миллиона рублей. Когда мы обратились в соответствующие компании, которые занимаются ремонтом крыши, они сказали, мы вам за миллион сделаем. То есть управляющая компания наживается на жителях. К управляющей компании «Феникс-С» у жителей вопросов много. Но главный сегодня – ремонт крыши. Представители коммунальной организации успокаивать жителей не спешат. Денег на новую кровлю нет. За год с жителей собирают около 200 тысяч рублей. А ремонт уже сделали на 400. Поэтому единственный выход – люди должны собрать деньги. Из воздуха тоже средства нигде не взять. Поэтому однозначно надо принимать такое решение. Уже люди приходили, здравомыслящие разговоры ввелись. Варианты какие-то есть. В том числе есть сейчас капремонт. С осени собирают 6.30. Все граждане собирают, все жители. Может привлечь часть средств вот этих. Сейчас на счете дома, по-моему, где-то 82 тысячи есть. То есть уже легче чуть-чуть. Людям даже предлагают трехмесячную рассрочку. Но ремонт так или иначе придется оплачивать самим жителям. Руководство управляющей компании умывает руки. Говорят, если люди не соберут денег, коммунальная организация просто откажется от обслуживания их дома. А значит зимовать придется под открытым небом.